Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Дмитрия Дудко. Сегодня в нашем выпуске. Ваши страдания никогда не будут забыты. В Севастополе и на всем полуострове отметили день памяти жертв депортации народов Крыма. Учитывая, что это историческое поселение, в рамках выполнения технического задания выполняются археологические исследования. Севастополь готовится к реконструкции улицы Ленина и проспекта Нахимова. Какие подготовительные работы уже ведутся? По территории парка Федюхины высоты теперь можно не только прогуляться, но и проехаться вот на таком электрокаре. Аудиоэкскурсии на электрокаре. Чем еще порадуют гостей Федюхины высоты в предстоящем туристическом сезоне? Педагоги и дети показывали свои таланты. Очень важно, когда рядом с ребенком есть педагог, наставник. Вместе в будущее. Лучших советников-директоров по воспитанию наградили в Севастополе. 4 в 3 выходят моряки. Пас на Супруна. Он финтит удар. И мы видим, собственно, первый гол. Важная победа. Футбольный клуб «Севастополь» обыграл «Спарту КТ» в девятом туре премьер-лиги КФС. Расскажем, как прошел матч. 18 мая отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма. 79 лет назад, в этот день, в 44-м, началась операция по выселению крымских татар, армян, болгар, греков и оставшихся на полуострове немцев. Сегодня мы вспоминаем жертв депортации народов Крыма. С 1941 по 1944 годы тысячи крымских татар, русских немцев, итальянцев, болгар, греков, армян, крымчаков принудительно лишились своих домов и вынуждены были начинать жизнь с нуля на чужбине. Депортированные народы со временем были реабилитированы. Кому-то из них посчастливилось вернуться на полуостров, кто-то навсегда остался в Средней Азии. В память об этой трагической странице истории около ЖД-вокзала в Севастополе установлен памятник жертвам депортации. Это наша общая боль и наша память. Сегодня плечом к плечу на передовой СВО представители разных народов работают на помощь фронту. Сегодня наш главный залог победы – это единство во имя мира на русской земле. Ежегодно в годовщину депортации в городах Крыма проводят траурные мероприятия. В Севастополе по многолетней традиции они проходят в сквере у автовокзала. Сюда пришли вспомнить о трагических для нескольких поколений событиях депортированные и их потомки, представители городских властей, духовенства, члены общественной палаты города, представители национально-культурных обществ. Величие депортированных народов хранит памятник жертвам депортации. Надпись на пяти языках гласит «Ваши страдания никогда не будут забыты во имя жизни и справедливости». Присутствующие возложили цветы к подножию мемориала. Эти уроки важно помнить всегда. Не только именно сейчас, а всегда. В этом залог того, что никогда этого больше не повторится. А сегодня, когда весь так называемый цивилизованный мир и наши ближайшие соседи впадают в беспамятство, разрушают памятники, пытаются что-то отменить, пересмотреть историю, мы извлекаем из этих уроков правильные выводы. Потому что межнациональное единство, братство, дружба – это то, что объединяет. Незаконным и преступным актом депортацию признали лишь в 1989-м. А указ о реабилитации изгнанных народов Владимир Путин подписал 9 лет назад, когда Севастополь и Крым воссоединились с Россией. Выслали вот эти малые народы. Ну, одни раньше немцы по Волжье, которые их выслали в первую очередь. Потом остальные. Мы нас 18-го, да, выслали вот. Это последние мы были. Вот я жил в Средней Азии. В Средней Азии жил. Там у меня, ну, четырехэтажное здание. Соседи были и немцы, и армяне, и эти корейцы. Все между собой. Идеально. Мы все дружили и так далее. Жили нормально. Установить день окончания Крымской наступательной операции 12 мая днем воинской славы предложили депутаты Единой России. Законопроект уже одобрен профильными департаментами. На рассмотрение в первом чтении он будет вынесен в ближайшие дни. Один из авторов законопроекта, член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Билик, отметил значимость этого сражения в ходе Великой Отечественной войны. Советские войска в этой операции задействовали мощную группировку численностью более 400 тысяч человек, тысячи орудий, несколько сотен танков и около двух тысяч самолетов. За 35 дней советские войска провели уникальную операцию, а количество потерь было несоизмеримо меньше, чем у немецко-фашистских захватчиков. Она по своей сути была на самом деле уникальной, и ее можно смело ставить в один ряд с такими сражениями, как Сталинградская битва, Курская дуга, окончание блокады Ленинграда и другими. Мы в этом сражении разгромили 200-тысячную мощнейшую группировку фашистских захватчиков, которая была в Крыму и Севастополе. Напомню, что 12 мая бои завершились на мысе Херсонес, это Севастополь, сегодняшний Севастополь. В Севастополе продолжается строительство канализационных очистных сооружений «Южные». На одном из самых важных строящихся объектов в городе побывал губернатор. Там он провел выездное рабочее совещание. По словам Михаила Развожаева, на данный момент на 100% выполнен демонтаж существующих иловых отстойников, разработка непригодного грунта и вертикальная планировка поверхности. Также полностью готовы береговые камеры глубоководного выпуска и камеры сбросного коллектора. Бетонные работы первичных радиальных отстойников, несущие конструкции административно-бытового здания. Сейчас выполняется прокладка нового коллектора. Ведутся работы по бетонированию здания, механической очистке сточных вод, песколовке, вторичных радиальных отстойников. Губернатор также напомнил, что обновленный проект предусматривает строительство более современной системы очистки, мощность которой достигает 130 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, проект исключает строительство второго этапа канализационных очистных сооружений в Балаклаве. Стоки оттуда напрямую будут уходить на очистку на КОС Южный. Завершить все работы планируется в 2024 году. В Севастополе продолжают приводить в порядок транспортную инфраструктуру по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Очередной объект – путепровод на госпитальном спуске. Сейчас его готовность 22%. О том, какой станет автомобильная эстакада после ремонта, расскажет Владислав Ивенин. Крошащийся бетон и ржавая арматура – таким предстал перед строителями старый путепровод на госпитальном спуске. Эстакада, построенная еще в 1904 году, последний капремонт видела в 50-х годах прошлого века. С тех пор путепровод только разрушался, а текущие ремонты не сильно спасали ситуацию. Выход был только один – масштабное обновление. Специалисты приступили к этим работам еще в начале этого года. За это время они полностью демонтировали аварийный путепровод и заменили основные инженерные сети, обустроив при этом безопасный объезд. В рамках проекта предусмотрено устройство временной эстакады, по которой осуществляется движение коррект скорой помощи, ну и, соответственно, специализированного транспорта, который относится к госпиталю. Соответственно, эти работы выполнены, перебои движения не наблюдаются. Все, что, скажем так, возможно в наших силах, мы выполняем, делаем. Еще одна особенность путепровода в том, что он пролегает над железнодорожными путями. В такой ситуации специалисты работают преимущественно в ночное время – с 10 вечера до 5 утра. Это позволяет не допустить задержек в движении поездов и электричек. Ну а работы на этом участке у подрядчика более чем достаточно. Важно не только провести необходимые земляные работы, но и переустроить кабельные линии и контактную сеть железной дороги. Железная дорога непосредственно выдает технологические окна на выполнение данных работ. То есть это промежуток времени, в который не осуществляется движение железнодорожного состава, ну и в который мы выполняем работы. Кроме того, новый путепровод станет еще шире своего предшественника. Только для проезда автомобилей специалисты заложили две полосы по 3 метра. Позаботились строители о комфорте и безопасности пешеходов. Для них обустроят широкие тротуары. Все работы на этом объекте планируют завершить в ноябре этого года. В настоящее время вопросов нет. Все подрядные организации задействованы здесь, которые у нас у подрядов также идут в графиках. Проблем не вижу. У нас с высокой степенью готовности объекты ремонтов. Это порядка 74 объектов уже введены в эксплуатацию. И в процессе сейчас, в ближайший, я думаю, месяц, даже меньше будут остальные объекты. Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нашем городе приведут в порядок более сотни автомобильных дорог. Из них 4 объекта ждет капитальный ремонт. Владислав Ивенин, Дмитрий Сидоренко, Новости Севастополя. Ремонт дороги «Дублера», проложенный в объезд развязки «Огурец», завершат досрочно, уже в этом месяце. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Альтернативный проезд расположен вдоль садовых товариществ «Медик-3», «Медик-3А», «Весна», «Овощевод». Выезд будет в районе путепровода рядом с французским кладбищем. Жители смогут проехать вдоль железной дороги и выехать к Балаклавскому шоссе. Общая протяженность участка более 4 километров. Работы выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Губернатор напомнил о том, что отслеживать готовность дорожных объектов можно с помощью интерактивной карты. Она доступна на официальном сайте нацпроекта. Севастополь готовится к реконструкции улицы Ленина и проспекта Нахимова. Сейчас профильные специалисты изучают исторические слои. Для этого они закладывают специальные шурфы. Они нужны для того, чтобы обследовать местность на наличие культурных, исторических и археологических находок. Всего планируется заложить больше 20 шурфов. Большая часть из них уже выполнена. Все разведывательные работы планируют завершить в течение двух недель. По результатам этой работы будет составлен отчет, который будет в составе проектной документации представлен в Управлении охраны объектов культурного наследия для рассмотрения и оценки. Сейчас один из шурфов заложен и на площади Нахимова. По словам историков, на этом месте раньше располагался первый дом Микензи, который был снесен еще в 1912-м. Если специалисты обнаружат следы культурного слоя, то исторические находки будут обязательно сохранены. Если обнаружат, так же, как, допустим, при выполнении работ по музейному комплексу, когда обнаружили остатки ценных объектов археологии, то их принято решение сохранить и сформировать археологический парк под открытым небом. В Севастополе продолжается голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году по нацпроекту формирование комфортной городской среды. На данный момент свой выбор уже сделали более 16 тысяч горожан. По промежуточным результатам в Ленинском муниципалитете по-прежнему лидирует сквер возле центрального рынка, в Гагаринском – зеленая зона на проспекте Октябрьской революции между домами 26 и 32, а в Нахимовском – территория между домами 39 и 31А на проспекте Победы. В Балаклавском муниципалитете на первом месте сквер возле 52-го дома на улице Крестовского, в Орлиновском – лидирует территория в селе Орлином возле пруда Зеленуха, а в Андреевском – общественное пространство на улице Майской в селе Андреевка. В Качунском муниципальном округе большинство голосует за территорию возле дома номер 10 на улице Авиаторов, в Терновском – лидирует территория в селе Родном на улице Центральной. В Верхнесадовском муниципалитете на первом месте сейчас зеленая зона в районе дома номер 2 на улице Юбилейной во Фронтовом. А в Анкермане больше всего голосов отдано за территорию возле седьмого дома на улице Шевкопляса. Напоминаем, голосование продлится до 31 мая, времени остается все меньше. Сделать свой выбор можно лишь раз и за одну территорию на платформе 92.городсреда.ру. Парк живой истории Федюхины высоты готовится к туристическому сезону. Там уже разработали новый формат экскурсий, благодаря которому осмотреть масштабную территорию получится намного быстрее, в том числе и у маломобильных граждан. Что для этого придумали и много ли еще планов хотят осуществить, расскажет Анастасия Синица. По территории парка Федюхины высоты теперь можно не только прогуляться, но и проехаться вот на таком электрокаре. А погрузиться в историю памятного места поможет аудиогид. Что ж, отправляемся в путь и давайте послушаем, что же он нам расскажет. Уважаемые гости, приветствуем вас в парке живой истории Федюхины высоты. Желаем всем хорошего отдыха и отличного настроения. Правила хорошего тона аудиогид безусловно соблюдает, прямо как настоящий экскурсовод. После приветствия начинается самое интересное, подробный и увлекательный рассказ о прошлом. Голос детально описывает каждое событие. Все для того, чтобы не только слушать хотелось, но и представлять, как оно тогда было в Средневековье. Первыми в Крым прибыли венецианцы и основали свою факторию. После короткой, но кровопролитной войны с генуэзцами, выходцы из Венеции вынуждены были покинуть Крым. Прокатиться на электрокаре могут все желающие, но в первую очередь это доступная среда. Помощь людям с особыми потребностями передвигаться самостоятельно, которым тяжело. Позаботились на Федюхиных высотах и о детях. Для маленьких покорителей горок оборудовали игровую площадку. Установили ее по национальному проекту. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в городе Севастополе на развитие туристской инфраструктуры было в прошлом году поддержано 25 проектов. Это один из тех проектов, который реализуется на федеральные средства. При этом при всем хочу дополнить, что вход у нас в парк бесплатный. Детской площадкой можно пользоваться всем желающим. На Федюхиных высотах проходит Крымский военно-исторический фестиваль. Здесь часто проводят ярмарки, гастрономические туры, театрализованные представления, лектории, мастер-классы. Кроме того, работает велоцентр. Чем же еще привлечь посетителей? Идей много. Например, для школьников сейчас придумывают квесты. Очень сейчас активно работаем с детскими группами, со школами. Разработаны исторические квесты. На данный момент их два. Это «Сокровище Генуи», которые проходят на исторической площадке генерской усадьбы «Олока Чембали». И «Герои первой обороны», которые, соответственно, на площадке первой обороны Севастополя. Каким эпохам и событиям посвятят новые квесты, пока секрет, чтобы потом было интереснее. Ведь лучше, как говорится, один раз увидеть, а еще увлекательней поучаствовать. Анастасия Синица, Денис Прошин. Новости Севастополя. Севастополь презентует лучшие практики советников-директоров по воспитанию. В честь года педагога и наставника, объявленного президентом Владимиром Путиным, в доме офицеров флота устроили настоящий праздник для школьников и их учителей. С начала года в нашем городе впервые стартовали сразу два профильных конкурса с наставниками вместе и наставники детства ориентиры воспитания. Первый представлял собой интеграцию творческой энергии педагогов и юных севастопольцев. Он собрал около тысячи детей и больше сотни педагогов. На празднике представили итог работы – танцевальные и вокальные номера, театральные постановки. А советники директоров по воспитанию презентовали проекты для внеклассной работы. На мероприятии наградили лучших конкурсантов. Педагоги и дети показывали свои таланты. И очень важно, когда рядом с ребенком есть педагог, наставник. И вместе с командой действительно они могут многое. И такие интересные композиции нам были представлены на этом конкурсе. Советники директоров по воспитанию, участники конкурса воспитательных практик сегодня представляют своих 10 лучших практик. Они победители этого конкурса. И в дальнейшем эти практики будут распространяться на другие регионы в рамках всероссийских конкурсов и смотров. Организатором праздника выступило правительство Севастополя при содействии проекта «Навигаторы детства», в котором Севастополь стал одной из пилотных площадок. Ориентир воспитания показали представители всех севастопольских школ. Это больше полусотни советников. Они презентовали проекты в семи номинациях – спортмероприятия, работа школьных СМИ, создание музеев, интеллектуальных игр, школьных клубов и советов. В севастопольских школах в проектную работу включаются абсолютно все – от директоров до учеников, которые часто сами предлагают идеи на благо школы. Когда я вступил на должность президента, мне пришла в голову замечательная идея по поводу открытия школьного медиа-центра, поскольку наша школа отлично оборудована. И дети, конечно же, в этом все максимально заинтересованы. Я подумал, почему бы и нет. Мою идею поддержали наши педагоги-организаторы. Запустили собственные школьные паблики, собственные новости, которые транслируются у нас непосредственно в школе на экранах. И это все очень хорошо начало получаться. О чем можно узнать в музее 30-й школы? Как она изменилась после капитального ремонта? И кто из известных севастопольцев ее выпускник? В год педагога и наставника наши журналисты продолжают знакомиться с историей образовательных учреждений города-героя и людьми, которые там работают. Подробности в сюжете. Как проверить букву, которая обозначает безударный гласный звук? Надо или изменить форму слова, или подобрать одно коренное слово так, чтобы на эту гласную падало ударение. Хором лучше не только припевать, как в известной детской песенке, правила русской орфографии повторять, желательно тоже всем вместе уверены во втором А. Игровая форма урока – надежный способ хорошо усвоить информацию, а заодно и размяться, повторяя движения друг за другом и, конечно, за учителем. В 30-й школе Лариса Витальевна так долго работает, что преподавала еще у родителей, рассказывают малыши. Наставник она добрый, мудрый и справедливый. За это и любят. Лариса Витальевна учила мою маму, и она была отличницей. Я тоже стараюсь быть отличницей. И Лариса Витальевна радуется каждому нашему успеху. Лариса Витальевна учила моего брата Тиму и теперь учит меня. Моя учительница самая добрая, отзывчивая. Она ругает не просто так, а за разные непослушания. А ругать-то особо и не приходится, делится педагог. Проблем с дисциплиной нет. Все послушные и старательные к знаниям стремятся. Ученикам начальных классов свою жизнь Лариса Долгополова посвящает более 30 лет. Профессию выбрала, когда сама еще была ребенком. И равняться хотела на свою первую учительницу. Жила я тогда в городе Полярной, Мурманской области. Класс наш был очень маленький, дружный. И очень мы любили свою учительницу. И именно тогда я захотела стать учителем начальных классов. Еще, когда я была маленькая, уже писала планы уроков, проверяла тетради свои и любила это. Сейчас в эту школу ходит 830 детей. Но и те, кто давно покинул стены учебного заведения, по доброй традиции продолжают его навещать. Выпускники – частые и всегда желанные гости. Наставники ими гордятся. Самый известный выпускник 30-й школы – Антон Шкаплеров, космонавт, испытатель, почетный гражданин Севастополя, герой России. Балаклавскому Гагарину, как здесь его любя называют, в родной 30-й школе посвящен отдельный стенд. Там размещены фотографии, пройти мимо которых детям просто невозможно. Антон Шкаплеров выпустился в 1989-м, но родную школу не забывает. На связь даже из космоса выходил. А когда приезжает в Севастополь, непременно заглядывает в гости. Проводит открытые уроки, так называемые космические встречи. Первая учительница Антона Ирина Богданова преподает до сих пор. Со своим выпускником дружит. В этом году День космонавтики встречали вместе, в Кремлевском дворце. Мы смотрели фильм «Вызов». Это был предпремьерный показ. Перед нами выступал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Космонавты и актеры, которые снимались в этом фильме. И хотя 30-я школа шагает в ногу со временем, возраст ее почтенный. История учебного заведения началась в 1902 году. До Великой Отечественной единого здания не было. Корпуса располагались в разных частях Балаклавы, а на участке улицы Мира, где школа находится сейчас, было болото. После войны его осушили и на освободившейся территории возвели первый корпус, позднее и второй. В 70-е годы школе присвоили имя Героя Советского Союза Герасима Рубцова. Вот парта с его портретами и биографией. Когда наступила война, то Балаклаву защищал 456-й погранполк под командованием Герасима Архиповича Рубцова. Так получилось, что в полку был сын полка Володя Чепурной. И во время Великой Отечественной войны, естественно, ребенок тоже пострадал. И вот раненого Володя Чепурнова выхаживала ученица нашей школы Лидия Зумбулиде. Весной 1974-го Лиду и Володю пригласили на открытие школьного музея «Часовые родины». Создали его по инициативе учителя рисования и черчения Анатолия Терентьева. Экспонаты нашего музея были найдены ребятами из отрядов «Красные следопыты», который организовал учитель нашей школы Терентьев Анатолий Семенович, который проработал в нашей школе более 50 лет. Во время того, как я провожу экскурсии, я также узнаю намного больше нового для себя. И это новый опыт и новые эмоции. В 2022 году 30-ю школу капитально отремонтировали. Она попала в народную программу «Единой России», поддерживает которую президент Владимир Путин. Ход работ лично контролировал секретарь регионального отделения партии, губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Все выполнили качественно и в срок. Прежде, по словам сотрудников, такого масштабного ремонта учреждение не видела никогда. Наша школа была отремонтирована от подвала до крыши, и за это мы благодарим губернатора города Севастополя Развожаева Михаила Владимировича. У нас появились новые возможности для развития, для воспитания будущих поколений. Сейчас мы с вами находимся в спортивном зале. Каждая школа города мечтает о таком спортивном зале. Мы имеем возможность заниматься на спортивных скалодромах, которые новое было оснащение, привезенное в этом году. У нас открылось новое направление самбо, движение президента, и у нас будет скоро соревнование. У нас проходит соревнование по тек-регби, волейбол, настольный теннис. Это все оснащение новое, где дети могут проявить себя, шахматы. На каждой перемене у нас идут игры в шахматы, в шашки. В региональных и всероссийских соревнованиях 30-я школа часто поднимается на пьедестал. Ученики побеждают и занимают призовые места в турнирах по разным видам спорта, участвуют в первенствах и фестивалях. Творчеством тоже занимаются успешно. Недавно школа стала первой в конкурсе ученических инициатив «Молодежь Севастополя. Взгляд в будущее». Достижений много и у преподавателей. Пятеро из них – обладатели премии губернатора «Лучший педагог Севастополя». Трое – призеры регионального этапа конкурса «Учитель года России». Высокие результаты и в интеллектуальных состязаниях – горизонты цифрового будущего. И в соревнованиях молодых педагогов – открытие. Планы, конечно, тоже строят большие, но главная цель одна – развитие, рост и воспитание достойных граждан нашей страны. Футбольный клуб «Севастополь» одержал тяжелую, но очень важную победу с минимальным счетом в очередном матче премьер-лиги КФС. В гостях наши футболисты обыграли «Спарту КТ». А вот другая севастопольская команда своих болельщиков не порадовала. На стадионе имени 200-летия «Севастополь» и «Черноморец» проиграл «Алустону ЮБК 0-5». Подробности матчей в репортаже Святослава Данилова. Футбольный клуб «Севастополь» в этом сезоне определенно лучше играет в гостях, нежели дома. Причем значительно. До матча со «Спарты» подопечный Станислава Гудзикевича на чужих стадионах одержали три победы и один раз сыграли в ничью. Дома же трижды зашлись миром и один раз уступили Ялтинскому «Рубину». Победная гостевая серия «Севастополя» продолжилась. Единственный гол в матче, вдобавленный к первому тайму время, провел Максим Супрун. Виталий Мироненко со своей половиной поля промчался с мячом, отдал передачу на Супруна, а 17-й номер нашей команды «Фентом» мгновенно убрал защитника и с близкого расстояния точно пробил поворотом. Четвертая победа в четырех матчах в гостях для «Севастополя». Да, выиграли, эмоции всегда после победы переполняют, скажем так, радостные, потому что остальные эмоции были оставлены на поле, особенно в концовке игры, потому что, ну, скажем, мы должны были забивать еще несколько раз, и поэтому концовка была нервной. Все-таки 1-0, счет скользкий, и, скажем так, вот это где-то чуть-чуть забрало много энергии и привело к нервозности в конце. Хотя, по сути, ну, победа наша заслуженная. Сегодня положительных эмоций по поводу игры даже больше, чем в предыдущих играх с черноморцем, в особенности с океаном. Я считаю, что мы проблем доставили «Севастополю». «Севастополь» владел инициативой, больше работал с мячом, особенно во втором тайме. А вот другая севастопольская команда «Черноморец дома без шансов» уступила Алуштинскому «Алустону ЮБК 0-5». Эти же команды уже играли между собой в первом круге в Алуште, и тогда морякам удалось увести с гостевого матча нулевую ничью. Здесь же все практически в одиночку решил фору от Алуштинцев Илья Юрченко. Он оформил покер и с восемью мячами возглавил гонку бомбардиров в имя Лиги КФС. Стоит также отметить, что с 40-й минуты «Черноморец» играл в меньшинстве. Тогда счет был еще 0-1. Удалился защитник моряков Ахьяд Гарисултанов. Причем не за нарушение, а за споры с арбитром по поводу назначенного пенальти. Как итог, второе подряд крупное домашнее поражение «Черноморца». Хотелось бы извиниться перед своими преданными болельщиками. Действительно, своей игрой, наверное, в первых турах команда заслужила такой поддержки. И на протяжении 8 туров, я считаю, выглядеть достойно. Действительно, они большие молодцы, наши болельщики. Они нас поддерживали. Когда последние секунды этого матча, позорного, я считаю, будут у нас выходные. Надо на свежую голову после этой игры оценить, пообщаться с футболистами. Хороший счет для восстановления психологических своих качеств. Потому что какая-то психологическая неустойчивость была. Мы вроде и моментами играли неплохо в предыдущие игры, но проигрывали. И проигрывали довольно-таки крупно. И это нужна была победа с хорошим счетом. И сыграть на ноль, главное. В этой игре получилось у нас. Хотя еще многие моменты не забили. В других матчах туров противостояния лидеров Пемиолиги Симферопольская Таврия в гостях оказалась сильнее со счетом 1-0 Бахчисарайского Козелташа. А Керченский Океан вновь проиграл. Уже в восьмой раз в сезоне. На этот раз дома. Ялтинскому Рубину 1-2. После девяти туров Таврия продолжает лидировать в тувненной таблице. На два очка отстает Ялтинский Рубин. Севастополь поднялся на третье место. Но позади Козелташ с игрой в запасе и отставанием в один балл. Чевноморец остался на шестом месте. Десятый тур Пемиолиги КФС пройдет в следующую субботу, 27 мая. Чевноморец отправится в Ялту к местному Рубину. Игра начнется в 17 часов. В это же время прозвучит стартовый свисток в Севастополе, где действующий чемпион примет Бахчисарайский Козелташ. Святослав Данилов, новости Севастополя. Далее о погоде. Партнер прогноза – Кровельный центр. Качественные кровельные и фасадные материалы от производителя. Кровельный центр. Мы открылись. Качественные кровельные и фасадные материалы от производителя. Ждем вас по адресу. Город Севастополь, улица Шабалина, 8Е. Телефон 8978-200-2020. И на этом наш выпуск завершен. В студии работал Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего хорошего. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин